Поиски дома за 26 миллионов или как выглядит новый аварийный фонд. Рабочая группа мурманского ОНФ с очередным осмотром новостроек нагрянула в Умбу. Здесь фронтовики проверили, устранены ли недочеты, обнаруженные ранее в строительстве. В феврале прошлого года Владимир Зубчик с женой получили ключи от долгожданной квартиры в новом доме. Но счастье длилось недолго. Новый дом оказался хуже старого. Идут трещины, идет расслоение. По окнам это вообще безобразие. Пластиковые окна, они, как говорится, в России самые, что не есть, теплоизоляционные. А у нас наоборот, промерзают морозы. Эксперты ОНФ, приехавшие в поселок Умба с проверкой, сами удивляются, как можно было так построить. Два новых дома для переселения из аварийного фонда, мягко говоря, не отвечают требованиям проектной документации. Претензий по дому очень много. Не знаю, были ли профессионалы в строительстве, или это просто было нанято компанией, чтобы отмыть деньги. Крыша просела, отлива отсутствует, стеклопакеты в некоторых квартирах поставлены вверх ногами, воду пить нельзя, общедомовые счетчики исчезли, телевидение и интернет подключить невозможно. Но самым опасным препятствием для жильцов стало крыльцо. Гладкая кафельная плитка, какую не каждый дома рискнет положить на пол, зимой причина падения и травм. Нам, пенсионерам, отказываются даже пенсию. Говорят, решайте сначала вопрос. По крыльцу невозможно пройти. Это по плитке, по этой. Кто-то умудрился. Канализационная система поражает своей конструкцией. Жильцам она напоминает о себе лишь регулярными разливами отходов. От канализации вся подозваливалась. Самая главная проблема отсутствия подключения канализационной системы домов к центральной магистрали, центральной магистральной системы канализации. Поставлен накопитель, который периодически переполняется, вся канализационная вода поступает наружу. Внутри картина также неутешительная. Открытые щитки с проводами, отваливающиеся обои и душевые поддоны вместо ванн, которые, кстати, должны здесь быть в соответствии проектной документации. Это лишь малая часть недочетов. Создана видимость вентиляции, которая забита стекловатой. Но некоторым жильцам аварийного фонда поселка Умба повезло еще меньше. Их дом был построен только на бумаге. Вот так выглядят 26 миллионов. Ровно год назад по проектной документации здесь должен был появиться дом, на который эта сумма и потрачена. Но, к сожалению, подобного мы не наблюдаем. Эта ревизия для фронтовиков не первая. Некоторое время назад проверку не прошли канталакшские дома. Все те же нарушения строительства и внутренние отделки. Да и осмотренные сейчас в Умбе три дома по улице Кирова больше напоминают новоиспеченный аварийный фонд, нежели новостройки. А людей заселили. По документам объекты сдали. Да и деньги подрядчик получил. Мы снова посмотрели вот эти вот новостройки и увидели то, что нарекания, которые комиссия первая направляла, не были устранены. По результатам проверки активисты Народного фронта намерены обратиться в прокуратуру и правительство Мурманской области.